галин добрый день я хотела у вас спросить расскажите пожалуйста нужно ли какое-то отдельное особое белье для подростков да галин конечно для подростков нужно не просто отдельное какое-то белье а белье с особенностями кроя белье с особенными материалами оно должно быть абсолютно дышащие это белье должно иметь модели должны иметь очень мягкие материалы даже если это формованные чашки они должны быть сделаны гигроскопичными и вот в этой в этой модели например имеются силиконовые каркасы которые абсолютно не жесткие почему такие они могут расти вместе с грудью не доставляет дискомфорта если девочка молоденькая не уследила изменение размера в этом бюстгальтере абсолютно не будет никакого вреда более того рекомендую такого плана бюстгальтера проверять на закрытие резинок так как это первое изделие которое девочка начинает носить непривычная конструкция на теле может вызывать дискомфорт если резинки закрыты это минимизирует те неприятные ощущения которые может испытывать ребенок подросток вот есть много белья предназначенного исключительно для подростков и обязательно нужно первое изделие покупать по размеру что в общем брофитеры и делают для девочек то есть самое важное ну как бы это с первых как бы с первого момента когда у девушки появляется грудь привести ее в салон брофитинга чтобы ей подобрали правильный размер да конечно профессиональный брофитер обязательно посоветует с какой модели начать потому что эта модель уже наверное более поздний вариант когда уже грудь чуть сформировалась для начального этапа для первичных изменений при первичном росте груди есть несколько другие модели они трикотажные они абсолютно не имеют никаких форм но они поддерживают грудь и защищают ее от внешних воздействий а вот я знаю что многие жалуются на тесноту как бы пояса бюстгальтера вот для подростков насколько это важно чтобы пояс был очень-очень такой тугой это абсолютно неправильно для подростков первый бюстгальтер мы подбираем исключительно исходя из комфортности изделия есть некие отступления при только формирующейся груди пояс может быть на один размер свободнее чем при подборе белья для груди сформировавшийся это абсолютно не навредит это точно также защитит грудь потому что у нас когда грудь формируется там нет изменений ведущих к тозу поэтому абсолютно спокойно можно более мягкий пояс подростку надеть чтобы ему было удобно а такой коварный вопрос девушки когда у них еще грудь не очень большая молоденькие девочки очень любят push up я знаю что есть ужастики в интернете о том что подросткам ни в коем случае нельзя push up вы к этому вопросу как относитесь я тоже категорично настаиваю что жесткий push up не вот такой мягкий который я здесь презентовала а жесткий push up жесткой чашки он противопоказан по той причине что эти жесткие push up они растягивают нижнюю кожу груди еще не сформировавшийся железа перемещается наверх и это может привести к деформации молочной железы она будет потом расположена сверху и внизу будет неэстетичная вмятина что дает складку такую потом брофитеру очень сложно уже взрослой женщине с такими видоизменениями подобрать бюстгальтер в общем она вредит до модель push up вредит подростку и поэтому не рекомендуется а если не на каждый день а например ну на вечеринку часто говорим не на каждый день даже у брофитера у нормального брофитера здравомыслящего если она женщина она понимает что есть бюстгальтер которая для каждодневного использования есть бюстгальтер на несколько часов это разные изделия у них разный функционал поэтому push up на 3-4 часа чтобы создать эффект силуэт красивый под одеждой абсолютно точно можно любому даже подростку отлично спасибо большое я думаю что нашим зрителям будет очень интересно и полезно мамы девочек обязательно самых первых дней прививайте культуру ношения белья и приводите своих детей в специальные салоны где вам вашему ребенку вашей дочке подберут правильное белье